Наконец, интересные события в манге Боруто. И получился довольно интересный бой между Борушики и Каваки с Кармой Ишики. Итог этой битвы – смерть Боруто. Но всё ли так просто? Давайте разбираться. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Ввиду этих событий и показа новых способностей Каваки, как раз и определим уровень сил этих двоих. Желаю вам наиприятнейшего просмотра. Так, думаю всех удивило то, что у Каваки осталась Карма Ишики. Но для нас это было по идее очевидно, ибо мы уже видели фрагмент из будущего, где Каваки и Боруто сражались, и там у Каваки была Карма от Ишики. И кстати этот фрагмент мы ещё обсудим чуть позже. Но самое занятное тут то, что Амада смог воссоздать её, и видимо обладает уже очень хорошими знаниями относительно Кармы. И всё это лишь прибавляет опасность этого учёного. А также мысль о том, что у него на уме что-то неладное, что-то своё. С каждым разом всё усиливается и усиливается. Думаю вы тоже в этом согласитесь. Даже сам Мамашики удивился этому, ибо с его слов Карма как правило просто исчезает. Ну и конечно он тоже отметил что-то неладное и не понимает, что задумала Амада. А дальше начинается самое интересное. Каваки использует способности Ишики. Те самые способности, которые делали его очень имбовым. И это блин очень круто. Я с удовольствием смотрел бой этих двоих, учитывая, что в теле Баруто сражался Мамашики. А Каваки сам пытался понять способности Ишики. И самостоятельно вёл бой. Он очень достойно сражался и даже сделал так, чтобы Баруто пробудился хорошенько врезав ему. Каваки даже уменьшение себя самого освоил. И опять же повторюсь, это очень круто. Мне нравится. Пока Баруто не пробудился, бой шёл, можно сказать, на рауны. Хоть и Каваки теснил Мамашики своей новой силой. Но учитывая, что Каваки только-только осваивался с этой силой и всё равно его теснил. Это ещё спорный момент. Нужно отдать должное, кстати, Мамашики. Это очень неудобные способности, когда они у противника. Так что и его можно понять. Ну и в моменте, когда Каваки чуть не убил Баруто, Наруто всё-таки двинулся, несмотря на угрозу смерти Шакамару, и спас своего сына. И тут он наконец-то понял, что он не только деревню должен защищать, но и собственного сына, то бишь семью. Он даже закричал, что это его сын, и он не даст его убить. Это было круто. Но оказывается, у Каваки и Баруто была собственная договорённость, что в момент, когда Баруто потеряет контроль и будет опасен для деревни и окружающих, Каваки должен будет его убить. И поэтому Баруто отбрасывает Наруто назад и велит Каваки убить себя, ибо он уже понимает, что ему ничего не осталось. Он даже чуть не убил своего отца и карает себя за это. И тут Баруто уже второй раз уверенно принимает смерть ради других. И только посмейте мне после этого сказать, что он не вырос как персонаж, что не стал достойным шиноби и главное достойным человеком. Каваки пронзает насквозь тело Баруто, а Баруто в свою очередь говорит, что только Каваки мог доверить такое. Все в шоке от этого момента, и Баруто просто падает как труп. Тут теперь несколько вариантов. Мы все помним про регенерацию Мамашики, но я думаю Баруто и Каваки должны были учесть всё это и как-то обошли этот пункт. Поэтому пока отбросим его. Теперь, как я сказал в начале, вернёмся к фрагменту из будущего, где Баруто был жив да здоров. А то есть он как-то воскреснет. Или не умер вовсе. Этот Ансей мы исключаем, потому что судя по зрачкам, он был живым, а не эдотелом. Значит есть ещё два варианта. Либо Амада как-то сделает так, что возродит его с помощью кармы и сделает что-то наподобие как у Каваки. То есть, чтобы у него карма была сама по себе, без Мамашики, но с его силой. Либо же тут наконец-то в манге пробудится Джооган. Это был бы очень интересный ход со стороны авторов, так филигранно вести его. Ибо уже давно пора. А вот что думаете вы, тоже обязательно пишите в комментариях. Мне теперь очень интересно, как дальше сюжет развернётся. Интригу о том, что Баруто мёртв, авторы не смогли создать. Конечно, потому что мы знаем, что он будет жить. Но интригу, как он вернётся, они успешно создали. Так что ждём новую главу. Ну а насчёт силы, то пока что по показанному Каваки и Баруто являются сильнейшими в версии. Но когда покажут силу кода, сделаем полноценный топ. А на этом всё. Я готовлю очень интересный видос про все ранги в мире Наруто и иерархию их по силе. Ждите скоро на канале. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok